Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Геоэнергетика.Инфо. С вами Михаил Кокарев и Александр Фролов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Доиндустриализации Германии набирает обороты. Поставки и потребление газа рухнули катастрофическим образом. Это не экономия, а крах промышленности. Что ждать дальше? Здесь надо заметить вот какой момент. Германия, как таковая, все-таки не является отдельно стоящим островом. И здесь нет никакого намека на Великобританию. Германия не является отдельно стоящим экономическим островом посреди континента Европы. Германия это часть, притом солидная часть экономического пространства Европейского Союза. И здесь мы, очевидно, должны посмотреть на состояние Европейского Союза в целом и отдельных его элементов частности. Вот если мы будем оценивать падение спроса на газ, а я предлагаю отталкиваться именно от него, то мы увидим интересное. Тем более, что недавно, буквально 8 августа, была обновлена статистика по итогам первого полугодия 2023 года, по итогам июля текущего года. В общем, есть о чем поговорить и есть, что сравнить с состоянием на 2022 год и состоянием на 2019 и 2021 годы включительно. Собственно, европейская статистика сейчас пытается делать вид, что самый главный период, по сравнению с которым необходимо проводить сравнение, это 19-21 годы. Тот факт, что в этот период, во-первых, начался энергетический кризис, а именно летом 2021 года, тот факт, что в этот период в ходе 2020 год с его, как на тот момент казалось, рекордно низкими показателями, резким падением спроса на энергоносители в целом и на газ в частности, так вот эти факты никого не смущают. Да, действительно, к 2019 году сложно придраться, тем более, что в 2019 году начался первый крупный газовый кризис, связанный с образованием сверхрынка Евразии. Тот факт, что газа было много и он был дешевым, говорит о том, что газа потребляли как не в себя. Ну, почему бы не купить газ, почему бы его не закачать, если он стоит так дешево. Замечательно, покупаем, закачиваем, радуемся. Потом, правда, некоторые компании расстраивались, потому что зимой им приходилось этот газ продавать по ценам ниже, чем закупочные, ниже закупочных цен летом, но это другая история, которая мало связана именно с объемом потребления. Поэтому, да, 2019 год как-то скрашивает эту картину в том смысле, что 2019 год это хороший год по потреблению. 2020 год, ну, по сравнению с 2019, потребление газа упало на 4,5 процента. И тогда оказалось это много. Это, кстати, это правда, очень много такого рода падения. Это уже повод задуматься, что что-то было не так. Ну, правда, тут задумываться не приходилось, потому что всем прекрасно было понятно, что конкретно не так в 2020 году. 2021 год крайне сомнителен для сравнения, потому что в первом полугодии происходил рост, точнее, восстановление рынка, а во втором полугодии началось падение, которое было связано с резким ростом цен. Резкий рост цен привел к тому, что спрос на газ стал снижаться, стали снижаться закупки у внешних поставщиков, в том числе у Российской Федерации. Но, тем не менее, да, 2021 год это все-таки был хороший по показателям, если сравнивать тем более с 2020 годом. И тем более он был хорош по сравнению с 2022. Я напомню, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошло падение спроса на газ на 55-60 миллиардов кубов в Европейском Союзе. А если мы берем всю Европу, ну, по сути, нам осталось добавить из крупных потребителей только Великобританию. Так вот, если берем всю Европу, то снижение было порядка 70 миллиардов кубических метров. Это огромнейшая величина. Это огромнейшая величина и абсолютно беспрецедентное падение спроса. Да, разумеется, Европейский Союз делает вид, что это все происходит по плану. Аналитические организации в Европейском Союзе в каждом своем аналитическом докладе о спросе, говорят, что да-да, был план, принятый в Европейском Союзе, реализующийся с 1 августа по 31 марта, с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года и продленный по 31 марта 2024 года. Славьтесь, наши мудрые руководители, которые так здорово придумали. Но я здесь все-таки понимаю этих аналитиков, которые находятся в неком политическом контексте, и игнорировать его невозможно. Но с другой стороны, друзья мои, по итогам первого квартала 2022 года уже можно было прогнозировать падение спроса на газ в Европейском Союзе на 50 миллиардов кубиков. А по итогам первых пяти месяцев этот прогноз лишь подтверждался. Ну, с возможностью увеличения этого падения при сохранении тех тенденций, которые были на тот момент. И как с этим связано снижение с 1 августа? Неясно, никак не связано. Банально мы можем сделать вывод, что программа, которая начала реализовываться с 1 августа, это программа такая, оправдание падения. И серия это не падение, это вот мы так мудро решили, и поэтому спрос сократился. Однако, если мы посмотрим... Однако, если мы будем сравнивать с... Если бы мы проводили сравнение по спросу именно с 2021 годом, то глубина падения, наверное, была бы чуть больше, чем если мы сравниваем с промежутком с 2019 по 2021 год, потому что есть 2020 год, который несколько скрашивает эту картину и позволяет говорить о том, что, ну, вот в среднем-то все не так плохо, как вот нам тут рассказывали. Встречайте наш новый проект на YouTube. И раньше всех, но почти, твой главный источник актуальных новостей политики, экономики и геополитики. Хотите быть в курсе самых важных событий первыми? Подписывайтесь на наш канал. Мы следим за всем, что происходит в мире 24 на 7, чтобы вы ничего не пропустили. Наши эксперты анализируют ситуацию, разбираются в деталях и предоставляют объективную информацию, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Не упустите возможность быть часы первых, кто узнает о событиях, которые меняют ход истории. Подписывайтесь на раньше всех, но почти, и будьте в курсе происходящего. Не забудьте нажать кнопку подписки и активировать уведомления. Так вы всегда будете первыми, кто узнает о новых видео на нашем канале. Присоединяйтесь к нам и станьте частью нашей активной аудитории. Раньше всех, но почти, вы не пропустите ни одной важной новости. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Все как обычно. Просмотр, лайк, комментарий и подписка. Спасибо! Что касается цифр. Если мы возьмем европейских аналитиков, например, Брюгель, если мы возьмем данные НСОК, то мы увидим, что по сравнению с 19-21 годом, падение в 22 году, суммарное в Европейском Союзе, составило 12%. При этом, если мы будем сравнивать этот показатель для Великобритании, для того же периода, то падение будет порядка 9%. Самое интересное здесь не общий показатель, потому что на этот общий показатель некоторое влияние оказывают погодные условия, из-за которых меняется уровень потребления, в частности, электрической энергии, производимой газовыми электростанциями. А нам интереснее посмотреть на состояние промышленности. И вот если мы посмотрим на данные по промышленности, по спросу на газ со стороны промышленных предприятий, то мы увидим, что в Европейском Союзе падение было на 15%, в Великобритании в 22 году по сравнению с 19-21 годом падение было 44%. Это 22-й год. Здесь можно сказать, что где-то газ природный можно было заменять сугами, где-то можно было переходить на другие виды топлива, если в промышленном производстве газ использовался именно для подогрева чего-либо. То есть могло так быть? Да, могло. Как быть с химическими производствами? Это большой вопрос. На что они должны были заменить метан, из которого производили метанол? Ну, наверное, на что-то можно было, конечно, заменить, потому что не может же просто упасть потребление из-за того, что у вас закрываются какие-то предприятия или они сокращают выпуск продукции. При этом в Германии конкретно уровень потребления в промышленности сократился на 19% относительно среднего показателя для 19-го, 21-го годов. То есть давайте я дальше не буду проговаривать относительно чего сократился. Это вот 19-го и 21-го годы. 18% При том, что средний показатель по Европе немножечко пониже. И здесь возникает вопрос. Ну, нам же рассказывали, нам рассказывали, в том числе уважаемые комментаторы, которые с неодобрением относятся к какой-то критике по отношению к Европейскому Союзу, подозревают в ней что-то. Ну, что-то подозревают наверняка. Так вот, многие рассказывали и в СМИ, в том числе зарубежно. Некоторые рассказывали в комментариях о том, что в Европе все нормально, все восстанавливается. Ну, и мой любимый комментарий, я жду, что кто-то вообще не посмотрев видео, обязательно это напишет, прочитав только заголовок, что да ладно, они напечатают денег, господи, да что там вы рассказываете, у них печатный станок, они легко все сделают. И американцы все сделают, печатный станок, ла-ла-ла. Да, печатный станок это прекрасно, печатный станок это здорово. В Европе все хорошо, короче говоря. То есть, ну, что мы тут рассказываем? Люди нас поправляют. Хорошо, в Европе все здорово. Смотрим результаты второго квартала. Ну, то есть, про первый квартал мы уже как-то в предыдущих видео говорили на самом деле. Теперь говорим про второй квартал. Итоги второго квартала тоже подвели, 23-го года. Сравниваем итоги третьего квартала, второго квартала 23-го года. Это вот все с теми же показателями за 19-е и 21-е годы. Что же мы видим? Я прям подсмотрю, знаете, шпаргалку, чтобы не ошибиться, чтобы вот прям точно-точно сказать. Итак, друзья. Европейский Союз сократил потребление на 19% в сумме по всем областям. И Великобритания тоже на 19%. В области электроэнергетики сокращение соответственно. То есть, Европа, ну, Европейский Союз, Великобритания 17% и 9%. Не очень интересно, потому как, ну, здесь можно опять же объяснять. Теплая зима, включение других источников генерации, большая доля угля, большая доля ветра электростанции в общем объеме генерации. Ну, то есть, можно объяснить, поэтому электроэнергетика в этом плане не очень показательна и не очень интересна. Поэтому мы смотрим домохозяйство. Домохозяйство, дорогие друзья. Евросоюз 21% в минусе, 20% у Великобритании в минусе. Еще раз напоминаю, по итогам прошлого года было 15-12, теперь 21-20. Ну, наверное, тоже это можно объяснить. Теплая зима, там, ну, как-то вот, знаете, каждый поставил по ветрячку, по солнечной панельке, и они дают возможность экономить газ. Поэтому смотрим на промышленные предприятия. Ведь рассказывали о том, что экономика Евросоюза вот-вот перейдет к росту. Ну, за счет чего-то. Наверняка промышленность стала восстанавливаться на фоне низких по сравнению с прошлыми цен на газ. То есть, газ ведь подешевел. Ну, да, сейчас он подскакивает там до 400 долларов. Но это ж не тысяча, это не две тысячи. Это столько, сколько было, скажем, лет 9 назад. А евро-то уже совсем не тот, и доллары уже совсем не те. Поэтому вот эти 400 долларов, это меньше, чем 400 долларов 9 лет назад. Это справедливо, это действительно меньше. Но объяснить только этим, точнее, это вот предположение, что газ подешевел и теперь все расцветет, почему-то упирается в статистику. А статистика такова, дорогие друзья. Итак, Евросоюз минус 21%. А Великобритания минус 61% в промышленном сегменте. То есть, что происходит в Великобритании с промышленностью, потреблявшей газ, это большой вопрос. Потому как снижение даже по сравнению с довольно существенным падением по итогам прошлого года более чем очевидно и значительно. То есть, мы сравниваем... Да, конечно, не с прошлым годом, мы сравниваем с неким заданным эталоном. Но и по сравнению с этим эталоном тоже наблюдается падение. Это падение в Германии выглядит еще интереснее. Если мы посмотрим, собственно говоря, на ее показатели, то мы увидим, что в Германии минус 22%. Это не так замечательно, как в Великобритании, безусловно. Но учитывая развитость химической промышленности в Германии, учитывая развитость в целом потребления газа для производства высокомаржинальной продукции, минус 22% по сравнению со средним по Европе, показателем в минус 21%. Это интересно. Это интересно по той причине, что получается, Германия сокращает потребление газа переезжающими темпами. И вот в завершении я бы хотел озвучить статистику по одной стране, у которой в промышленном сегменте в текущем году наблюдается, дорогие друзья, рост на 10%. Не в текущем году вообще, вот во втором квартале 23-го года, на 10%. Угадайте, как называется эта страна Европейского Союза, в которой рост на 10%. Я вот сейчас, знаете, думаю, ну мало ли, вдруг я что-то просмотрел, вдруг я что-то пропустил, и ни у одной другой страны нету роста. Нету роста не то, что на 10%, нету роста вообще. Венгрия. Эта страна, дорогие друзья, Венгрия. Загадка. Как им удалось, как им удалось нарастить спрос на газ в промышленном сегменте на фоне всеобщего падения, единственным в Европейском Союзе. Большая загадка. И я предлагаю нашим слушателям попытаться на эту загадку ответить, как им кажется. Почему у Венгрии это получилось, а у Германии нет. Наверное, просто какие-то специальные очень низкие цены были конкретно для Венгрии на общеевропейском рынке. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, все. Наши, так сказать, лучи поддержки нашим зрителям из Германии, да и вообще из Европейского Союза. Оставляйте свои комментарии. Мы вам помашем, вы нам помашите. В общем, будем поддерживать контакты. А пока, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Спасибо большое, Александр. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылочка в описании. Там много что интересного. Ну, а если вы хотите знать все новости в сфере энергетики, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика.Инфо. Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok